Я сама чуть не уснула, особенно во втором отделении. Вот куда нужно отправлять тех, кто страдает хронической бессонницей. Уснули бы, как младенцы, на первую очередь минутку. Сто лет не было в нашем театре и правильно делала. А меня зачем позвала? У меня богатырский сон. Я бы вон лучше с Антоном в кино пошла. Ну, кто жнал, дочь? У меня до сих пор перед глазами стоит лицо бедного мистера Икса, который схватил на руки стокилограммовую принцессу церковь. Я-то думаю, что он так перед ней кружится с этими испуганными глазами. А теперь, понимаю, готовился к рывку. Ну, вот тебе и цветы, цветы роняют лепестки на песок. Чуть лет не рухнул, бедный. Да, угодил так угодил, папочка. Откуда он взял эти билеты? Никогда не поверю, что он потратил на нас время. Ты не суди его строго, дочь. Все-таки глава городского управления, это себе не хухры-мухры. Ой, мам. Кстати, билеты ему вручила сама принцесса цирка. Да ты что? У нее дача макрали, а папа взял шеф-то над этим делом и быстро раскрыл. Вечно ты его оправдываешь. Вот почему он нас не забрал? Ну, у него там какой-то дурдом на работе случился. У нашего папы хронический дурдом. Это точно, детка. Твой папаша совсем нюх потерял. Таким кралям позволяет ходить ночью. Да, одним. А чем испугались? Вроде все было нормально, так весело. У нас ничего нет. Ни денег, ни золотых. Мне ничего и не надо. Ты же тебя. Вера, беги. Меня интересует твоя цыпочка. Министерство! Министерство! Это первый подарочек твоему мужу, менту. Товарищ полковник, мне положено дверь вам открывать. Вы ставите меня в неловкое положение. Это ты ставишь меня в неловкое положение, Костя. Вот когда буду толстопузым генералом, тогда будешь меня из машины вытряхивать и двери открывать. Договорились. Ну, а раз договорились, тогда завтра в восемь. Чтобы спеть, Веруню в школу подбросить. А Ирину Сергеевну? А у Ирины Сергеевны личная скорая. Ваши, наверное, уже спят. Судя по всему, да. Наверное, мстят мне из-за того, что я с ними в театр не пошел. Ладно, Константин, пойду прощение вымаливать. Давай, до завтра, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доктор Королева, тебя ждут пациенты. Доктор Королева, если ты сейчас... То, что будет. Следишь? Я просто тобой любуюсь. Доброе утро, хозяюшка моя любимая. Ммм, вкусно пахнет. Лиса. Что сразу лиса-то, товарищ генерал? Вы мне так всех женихов отобьете. Вот-вот, сейчас об этом и поговорим. Помоги мне. Есть. Есть. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на родине. Скажи, где дислокация моя? Понял. Давай, до встречи, брат. У тебя на субботу какие планы? Я хотела диссертация заняться, а что? Да я тоже все выходные работаю. Зачем ты это спрашиваешь? Я-то занят. Ну, вот у Кузьминых, сын из Москвы, приехал в отпуск. Угу. Дипломатическая академия учится. Раиса Сергеевна звонила, спрашивала. Может быть, вы с ним сходите куда-нибудь? Пап, спори мне, она тебе звонила, а ты ей? А? В каком свете ты меня выставляешь? Нашел старую деву в 27 лет. Самка-то ей к крысе Сергеевне, знаете? А это она уже не знает, что тебя привлекли. Ну, при чём здесь? При том. Вера. Она в тебя влюблена всю жизнь. Мне даже мама рассказывала, как она на вашей свадьбе рыдала взахлёб. Когда это было? Ну, пап, прошло уже 12 лет. А ты у меня молодой мужчина. Веронь, мне маму никто и не заменит. И давай закончим на этом. И мне маму никто не заменит. А жизнь продолжается. Ой, я уже опаздываю. Всё, пора. Минуточку. Ты хотя бы со стола убрала. Папа, тарелки, кружки, тащи в посудомойку. Всё, пока-пока. Хорошего дня. Вот так и живём, Ариша. Татьяна Ивановна, тяжёлая была ночь? Несколько раз поднимали. Обидно, что папа стекал. Два инфаркта и муж-симулянт. В смысле? Его решила жена бросить. Так он разыграл комедию. Смотровой мне двести долларов совал, чтобы я с ним вступила в грязный сговор. Что у него прединфарктный. Так надо было не отказываться. Я что похожа на сумасшедшего? Я не отказалась. Я такую историю его жене наполела, что мы потом все втроём рыдали. С этим дежурственным скоростным масштабом совсем отвратно выгляжу, да? Я не говорила такого. Ну, подумала. Это вы просто слишком юная. Врать не научились. Смотрите на меня и делайте выводы. Чтобы к сорока пяти годам не остаться одиноким блистательным кардиохирургом с единственным достижением — собакой двортерьера, Цезарем, оказавшимся Джесси, ожидающей тебя вечно у дверей твоей квартиры. А что у нас с этим… с ножевым ранением? А там все нормально. Легкая задета. Тогда ему нечего делать в кардиологии. У нас стакан шлак. Так его скоро переведут. Угу. Хорошо. Татьяна Ивановна, вы, может, отдохнете? Меня ждет кровопийца Миронова. Она хочет поговорить о своей мерцательной аритмии. Я ее спрошу. Скажите, кто вам поставил этот диагноз? Молчит, закатывает глаза. Я поставлю ее монитор. Понаблюдаем пару дней. Ага. Ясно стану так. Если монитор ничего не покажет, то она нас сожрет. А она совсем распустилась после того, как ее сын стал мэром. А знаете, что говорит? Говорит, продукты из холодильника пропадают. Врачи таскают. Давайте я сама зайду к Мироновой, а вы идите, отдохните. Хорошо. На полчасика. Ирина Сергеевна, если что-то важное, вы меня зовите. Обязательно. Простите, а что вы делаете в холодильнике? Я пришел к одному из пациентов. Вы что, не знаете? Время для посещения с шестнадцати до восемнадцати. Ага. Знаю. Но мне очень нужно сейчас. Ну, мало ли кому что нужно. Покиньте, пожалуйста, помещение. Хорошо. Подождите, а пакет? Пакет? Пакет. Извините, ну, пакет это уже слишком. Пакет я забираю обратно. Вы же меня не пускаете. Это не ваш пакет. Это не ваш пакет. А чей? Я видела, как вы достали его из холодильника. То есть вы хотите обвинить меня в воровстве? Я что, похож на человека, который ворует продукты у сердечников? Похож. Положите продукты в холодильник обратно и покиньте помещение. А то пациенты жалуются, что врачи у них продукты воруют. Ну, напрасно жалуются. Хороший врач. Сытый врач. Охрана, будьте добры, подойдите на… Нужно. Я поделюсь. Вместе сидим. Если ты сейчас же отсюда не уйдешь, я разобью твою голову вот об эту трубку. Понятно, хам? Ой, ой, ой. Извините. Извините. Все, все. Ухожу. Да. И побыстрее. Ухожу. Пианист, сейф. Ухожу. 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 Пианист, сейф. У тебя пять минут. Что там у вас? Бомба, бомба. Я пуля. Ну, что там у вас? Свет заметили в бухгалтерии? Не совсем свет. Что-то похожее. Мы возле двери. Здесь все спокойно. Могила. Нам спускаться за ключами. Или кто-то из вас поднимет? Какой поднимет? Тут второй тайм начинается. Давайте быстрее делайте обход и сюда. Чита. Пианист, поторапливайся. Не получается. Слабак. Черт. Налетай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Давай быстрей Браво, пианист. Я думал, лучше Смурнова никого нет, но ты в нём конкуренции. А он сам как? Хреново, лёгкая задета. В больничке или забрали? Да в больничке без сознания. Я там вчера ночью концерт устроил, прикинулся ревнивым мужем. Думал, пока врачих разбирается с моим инфарктом, я в палате Смурнову вижу и решу, что делать, но там под охрану он оказался. Напрасно только двести бак сводал этой старой калоши. Какой? Да, врачихе одной. Некая Татьяна Ивановна. А у него аллергия оказалась. Ладно, Татьяна Ивановна, до завтра. Всего хорошего. А что так долго? С Мироновой медитировала. А, так. А цветы от кого? От шведова. Которому шунтирование делали? Нет, это который мужчина из холодильника. А. Оказался известной бесстрашной легендой сыска. Что эта легенда сыска делала у нас в отделении? Татьяна Ивановна, только это тайна. Ну, рот зашила. В общем, с Муркин и с шестой. Ага, с легким. Оказался бандитом. Бандитом? А Шведов, да-да-да. А Шведов пришел его допросить. И заодно проверить передачу. Ну, нет ли там выходят и записки, и еще чего-нибудь. Или пилки, или универсальные отмычки. Да-да-да. А ты решила арестовать этого легенду сыска? Нет, круч. Я решила огреть его телефонной трубкой по башке. Фильм назывался «Дурдом в кардиологии». А вы, оказывается, дочунья, Вера Сергеевна. Сахар? Не-не-не, нет. Я без сахара. Белая смерть. Нет, я даже не буду. Ну, ваше здоровье, Вера Сергеевна. Татьяна Ивановна. Так, я пошла. Спасибо. Меня ждут. Да-да-да. Да, Вера Сергеевна, меня ждут. Меня ждет Джесси. Спражорливая Джесси. А-а-а-а, цветочки красивые. Да, мои. Однако. Пока. Джесси, привет. Передам. Майор Шведов. Майор Шведов. Майор Шведов. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А говорил, отложишь дела, генерал Обещалкин Я же подчеркнул, друг И кстати, учти, этот Шведов не по-детски настырный Хорошего дня И позвонить своим друзьям Всех собрать за стол Хорошего дня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Икону послезавтра привезут Сейчас к Серому поедем Он тебе сам все расскажет Поехали Погоди, слышь, ягут, дай я в магазин зайду, воды куплю То кобыренька Я мигом Че, проголодался? Спасибо Простите, пожалуйста, извините Ничего, нужно смотреть А из-под сок томатный будет Для этого и стаканчики Антон Антон Верка Верка Ты откуда здесь и почему так долго не появлялся? Сразу к нам не пришел Ну как так можно, скажи, пожалуйста Просто обалдеть Слушай, мне нужно кое какие продукты купить на даче Мы сейчас с папой на даче живем Да Как Давай мы потом пойдем и ты мне все расскажешь Как ты, что ты, где ты Давай Да Только пять минут К нам поедем, да? Да Пять минут, мне нужно позвонить, я тебя на улицу буду ждать Пошел Антон, я так соскучилась Я сейчас все быстро куплю, правда Я быстро Я очень быстро Сейчас Спасибо Пожалуйста Только никуда не денься Девушка Да Забейте мне, пожалуйста Печенье Спасибо 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 Субтитры 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 Спрашиваю Вы чем-то расстроены Нет С чего вы взяли? Слышу Глупости Нет, не глупости Ну, я какой-никакой все-таки психолог Шведов, вы знаете, поедемте в ресторан, я согласна. Восемь часов в ресторан выбирайте сами. И напишите мне адрес. До встречи. До свидания. Максим, что с диастолическим? Нормально. Хорошо. А по эко? Тоже. Так. С анекдотами там, девочки, заканчиваем? Татьяна Ивановна Королева. Что-то срочное? Говори, что срочное. Громкую. И брысь отсюда. Татьяна Ивановна, добрый день. Что случилось? Ничего. Просто хотела вам предложить пойти в театр. Столичная антреприза. Вы же сегодня не с ночевкой, я надеюсь? У меня одна операция. Тань. Отлично. Я узнавала, уже месяц назад билетов не было. Давай, давай. Знаю. У меня контрамарка. Ну так иди сама. Не могу. Неожиданно появился легенда сыска и пригласил меня в ресторан. Легенда сыска? Ну тогда антреприза отменяется. Ну, живенько, давай. Да, я тебя понимаю. Такого мужика нужно хватать обеими руками. Коллега. Подождите, хватать. Я его почти не знаю. Пока ты его узнаешь, его уведут. Поверь мне, хороших кобелей разбирают еще щенками. Я два раза носом покрутила, так теперь мужское тело вижу разве что на операционном столе. Легенда сыска, привет. Договорились. Хорошего вечера. И вам. Ну что, коллеги, вздрогнем? Господа, только после вас. Твоя дверь. Твоя дверь. Так, это степляшки, тоже фуфил. Это берем. Алло. Да. Не кричи. Уже подхожу. Угре ужин. Целую. Алло. Да. Не кричи. Уже подхожу. Угре ужин. Целую. Твоя дверь. Опаньки. Ого, сим-сим откройся. Ты сегодня просто молнии Макуину. Да нет, я овечка Долля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, чё там? Не идёт никак. Перехвалили тебя. Не двигаться! Я сказал, не двигаться! Руки подняли! Быстро! Руки подняли! Снять маски! Руки подняли! Вообще-то я хотела стать хирургом, как мама. Я даже выбрала кардиохирургию специализацией. Потом придумала. Попала на первую операцию, осмотрела. Хирург, он лидер. Он же не только определяет, как и что делать. Он определяет план операции. Он руководит всей бригадой. Он неохарактерный для этого. Диагноз поставить, пожалуйста. Лечение подобрать запросто. Успокоить пациента. Убедить его, что всё будет хорошо. В общем, кардиолог я хороший, а хирург... Это не для меня. Шведов, вы меня не слушаете? Слушаю. Врёте? Ну, почему же? Я просто поймал себя на мысли, что любуюсь вами. А что мне любоваться? Что я Джоконда? Мне кажется, я тебя люблю. Давай поженимся? Я серьёзно. Прости, я сам не ожидал. Не то, чтобы я случайно это сказал. Просто я думаю об этом уже последние двое суток. Хотя на работе такое. Я влюбился в вас, как... Как увидел тебя там в больнице. Шведов, мы знакомы, сорок восемь часов. Да, и все эти сорок восемь часов, я боюсь, что ты встретишь в кого-то ещё и влюбишься. Я потеряю тебя. Вера, я серьёзно. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Игорь, понимаешь... Я всё понял. Не объясняй. Не будь таким самоуверенным, Шведов. Что ты можешь понимать, не зная меня совсем. В моей жизни был случай, который заблокировал... Прости. Да, Шведов слушает. Когда? Живой? Да, сейчас буду. Мне стыдно, но я должен покинуть тебя. Абсолютно, дежавю. У меня отец точно так же делал. Бросал нас с мамой по первому звонку с работы. Вера, я тебе не бросаю, никогда не брошу, если ты скажешь да. Но ограбление с летальным исходом я не могу проигнорировать. Я скажу официанту, он вызовет тебе такси. До встречи. До встречи, Шведов. Ромео! О, мой славный ангел! Ромео! Как мне жаль, что ты Ромео! А тринь отца, да имя измени. Простите, разрешите, разрешите. Или меня женой сделай, чтоб купылеть и больше мне не будь. Извините. Лишь это имя мне желает слава. Спасибо. Лишь это имя. Ах, как уже знаком мне этот голос. И этот стан, и этот взгляд. Не смей мне называть себя по имени. Оно благодаря тебе мне ненавистно. Когда бы оно попалось мне в письме, я бы разорвал бумагу с ним на клочья. И не клянись ничем. Или клянись собой, как высшим благом. Ты был бы ты, не будучи Монтекки. Что есть Монтекки? Разве так зовут? Лицо и плечи. Молодой человек, у вас какое место? Четвертый. Как будто в мире нет других имен. Мое лицо спасает темнота. А то б я, знаешь, со стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне. Простите, а у вас какое место? Какое это имеет значение? Спектакль так скоро заканчивается. Я знаю, верю, что скажешь. Я по рукам. Теперь я твой избранник. Я новое крещение приму, чтобы... Что? Вы можете не ёрзать? Могу. И всё-таки, простите, конечно, у вас какое место? Держите. Вопросы есть? Есть. Тут написано Королёва. Друзья мои, можно потише? Всё-таки в театре находитесь. Извините, пожалуйста. Угомонитесь. Не могу, потому что это Контромарка моей дочери. Я хотел бы знать, где она. Ага. Вот в чём дело. Ещё полчаса вам придётся удовольствоваться тут моим обществом. Ваше дочь на свидание с легендой сыска, товарищ генерал. Вы говорили, всё слишком в торопях и сгоряча, как блеск зорниц, который потухает. Едва сказать успеешь, блеск зорниц. Спокойной ночи. Эта почка счастья готова к цвету в следующий раз. Боже мой, жалко того, что стал. Убитый майор Решетников из отдела собственной безопасности городского украшения. Две пули, оверсердце. Смерть наступила мгновенно. Больше пока ничего. Ни свидетелей, ни следов. Одежду осмотрели. Обижаешь и горёшь. Максим Максимович. Гуру с нами. Бог в помощь. Одежда порвана. На лице ссадины. Судя по всему, он дрался. И его застрелили. Вероятнее всего, из собственного пистолета. Но пока я этого сказать не могу. Дышала ночь восторгом сладострасти. Такое свидание испоганили. Ну что, в ювелирку как попали? При осмотре обнаружили, что дверь в подвал открыта. Посмотрели, а там пролом ювелирный магазин. Максим Максимович. Аушки. Пойдём в подвал. Может, без старика обойдётесь? У меня на пыль аллергия. А там и ассистент. Старость города берёт. Пойдём. Угу. Смелости горёшь. Смелости. Ну, тем более. Огравление супермаркета ты ведёшь? Да. Они же? Один в один. Дрель, бароскоп, отмычка. Всё. Ювелирная работа. Такой виртуоз только у Сирова может быть. Ну, только не пойму, кто. Серый со Сморкиным всегда работал. Так тот без сознания в больнице. Значит, кто ты из приглашённых. Максим Максимович, ты уж постарайся. Может быть, пальчики этот виртуоз всё-таки оставил. Я в управление. Давай, пока. Ты свои тут пальчики, главное, не оставь, чтоб я к Дилу не пришёл. Ну, чем порадуете, археологи-криминалисты? Криминалисты. И как это называется? Прости. У меня было неудачное свидание с твоим шведовым, любимым. Ну, любимый, кажется, твой. Ещё чего. Ладно. И в чём он провинился? Ни в чём. Его срочно вызвали, и он помчался на ограбление. Правда, расплатился за стол и оставил деньги на такси. Лучше бы я пошла с тобой в театр. Ну, как сказать? М-м-м. Неужели? Веруин, перестань. Когда я узнал, что Татьяна Ивановна твоя коллега, я просто не мог её не проводить до дома. А потом я её охранял, пока она выгулила свою собаку Джесси. Представляешь, там в районе ни одной лампочки нет. Вот, прям ни одной. Ну, что ты на меня так смотришь? Папочка, я буду очень рада, если у вас всё получится. Мне кажется, я тоже. Я сегодня встретил Антона. Какого? Забелина. Он вернулся. Через столько лет. И что? Ничего. Верочка, я помню, я очень благодарен ему, но я тебя прошу, ограничи с ним общение. Он появился и исчез, как в видении. Я пошла спать. Спокойной ночи. Да, папа, давай устроим в субботу шашлыки. Позовём Татьяну Ивановну и Шведова заодно. Что, моя хорошая, объелась? Отдыхай. Татьяна Ивановна, спасибо вам. А мне за что? Ну, это ты всё приготовила. За папу. Давно не видела его таким. Помолодевшим, весёлым, остроумным. Это ему Джесси приглянулось. Ну, Джесси, так Джесси. А у вас там что? У нас что-то. Какие подвиги от легенды сыска? Предложение сделал. Ух ты, какая скорость. Уважаю. А ты? Надеюсь, согласилась? Через сорок восемь часов в ЗАГС. Ну, я что, сумасшедшая. А ещё и за кого? Дурочка-то, коллега. Ну, почему сразу дурочка? Потому что надо было соглашаться. Даже если он по расчёту собрался жениться, тебе-то какое дело? А вы думаете, он по расчёту? Конечно, по расчёту. Какой с меня проб? Кто же захочет упустить такого влиятельного тестя? Тость из-за отца. Конечно. Сначала из-за отца, потом родишь ребёнка, детей будет любить. Никуда не денется. Значит, кого позвали, да? А, если бы ты уже в больнице. Ой. Значит, ты сегодня вечером, в такой достаточно интимной атмосфере, при свечах, при звёздах, очень романтично скажи ему, что... Я не знаю, случайно это сказал, просто я думаю, об этом уже последний ход суток. Что ты согласна? Ой. Пап, не устали колдовать от шашлыка? Не знаю. Всем здрасте. Чего это у вас, калитка-то нараспашку, а? Ну, здорово. Куда ты делся из гастронома? Ты меня напугал. Ну, извини, это какая-то в углевую без меня стала. Слушай, тебе прости, что я тогда убежал, мне нужно было с другом там поговорить срочно. Пойдём, я тебя со всеми познакомлю. Пойдём. Здрасте, Сергей Петрович. Узнали? Это кто? Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!